Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. В данном видео я выполняю расклад по вашему запросу, а именно отношения с женатым. Перспективы. Можно также перефразировать как отношения с замужней. Здесь расклад является универсальным как для мужчин, так и для женщин. Только мужчины ситуацию проецируют на себя. Как будем работать? Перед вами, пожалуйста, четыре колоды. Вы определяетесь либо та, которая вам нравится визуально, либо загадываете заранее номер. И согласно выбранному вами варианту мы будем просматривать ситуацию. Итак, сейчас я уберу колоды те, которые у нас не участвуют в работе. Так, в таком номерном порядке их отложу. Так. И начнем мы с первой колоды, называется вторую аркану. Работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. Напоминаю вам об этом. Поэтому, если вдруг в вашем случае выпадут только одни перевернутые арканы, смотрите, в колоде 50 на 50 карт. Колоду я тасую предварительно до расклада, до видеозаписи. То, ну, значит, таким потоком идет к вам информация. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на ситуацию. Проговаривайте ваши имена. Если вы знаете, то и дату рождения вашего партнера. Визуализируйте вашего товарища. И либо девушку, да, о которой вы думаете. Давайте картам вопрос, запрос. Каковы ваши взаимоотношения? Каковы их перспективы? К чему они приведут? Так, суть происходящего между вами на данный момент. Ваши мысли, чувства и подсознания. Мысли, чувства и подсознания в отношении вас, вашего партнера. Каковы перспективы на ближайшие полгода? Да, и в целом, к чему приведут ваши взаимоотношения? Так, ну, давайте смотреть. Итак, основа ситуации. Что между вами происходит на текущий момент? Перевернутая шестерка кубков. Карта ностальгии, карта эмоциональных переживаний. Если на текущий момент во всоре, это желание помириться. Желание слиться воедино. Потому что вообще эта карта, это карта родственной души. Когда вас к человеку очень эмоционально тянет. В первую очередь, именно в душевном плане. Потому что вы понимаете, что, знаете, это как ваша вторая половина. Это вас просто эмоционально влечет. Вы не готовы отказываться от этого человека. Давайте же посмотрим спектр ваших эмоций, спектр эмоций вашего партнера. Что у вас на текущий момент в мыслях? У вас на данный момент ситуация тупика. Потому что вы понимаете, к сожалению, что в данном случае вы в ситуации запасного аэродрома. Вами пренебрегают. И естественно такой подход, такое развитие ситуации вас не устраивает. Вы можете здесь находиться... Ну как, я не могу сказать, что именно вы здесь на пороге выбора. Выбираетесь здесь мужчина, но тем не менее вы в замешательстве. Потому что вы не знаете, какую модель или линию поведения вам занять. Чтобы ситуация, скажем так, изменилась. И изменилась благоприятно для вас, в вашу сторону. В чувствах. Ну о чем тут говорить. У вас кармическая завязка по дьяволу. Бешеная сексуальная тяга. Неотработанные, неотданные кармические долги. Тут понимаете, вот мое и все. Вот вы просто залипли, вы погрязли. Это... Ну у вас просто, понимаете, какая-то маниакальная тяга к этому мужчине, либо к этой женщине. И вы пока не готовы прощаться с этим человеком. Что с позиции вашего подсознания? Мир. Но здесь мир, особенно в связке с текущими арканами, указывает на то, что вы считаете, что это ваша вторая половина. То, что вам дает небеса. То, что вам идет по себе. Это, знаете, вот как браки заключаются на небесах. Вы считаете, это тот человек, который вам предначертан свыше. Потому что мир это такая всеобъемлющая любовь. Это, знаете, любовь без границ. Когда вас просто накрывают с головой. Единственное, что по этой карте, либо вы можете находиться на расстоянии, иногда карта указывает на то, что вы можете общаться в большей степени посредством интернета. Это интернет общения может быть. Но если в плане вашего взаимоотношения и отношения к партнеру, то однозначно это ваше все. Давайте теперь смотреть вашего товарища. Либо девушку, да, если смотрят мужчины. Ну, у вас это взаимно. Потому что это у скупков. Это карта любви, карта эмоций, карта начала. Если все-таки здесь имело место быть, ссора, однозначно желание примирения. Потому что эмоции у человека здесь хлыщут через край. С позиции его чувств к вам. Ну, смотрите. Четверка Жезлов однозначно указывает здесь на ситуацию, что человек либо в гражданском браке, но фундамент его семейной жизни подорван. Он нестабилен. Человек мается, человек выбирает, не может сделать выбор. Но тем не менее, что касаемо вас, он хочет продолжать ваши отношения. Четверка Жезлов, пусть даже в перевернутом положении, она просто указывает на нестабильность его семейных связей. И на стабильную тягу к вам. Желание каким-то образом укрепить ваши взаимоотношения. Что же в подсознании? В подсознании здесь идет ситуация либо ссоры, либо какого-то конфликта. Потому что здесь карта, знаете, когда человек молниеносно может пропадать из вашей жизни. Давайте я посмотрю, по какой причине. Что же здесь? Либо каким-то образом вас ловесно ранить или задеть. Потому что по этой карте чаще всего наружу вылазят какие-то неоспоримые такие факторы. Обиды, какие-то укоры из-за того, что не можешь изменить ситуацию. Здесь по этой карте есть сама по себе ситуация слежки. Может быть, какая-то информация нелицеприятная, которую вы ему озвучили, либо он вам озвучил. И на фоне этого произошел какой-то конфликт. Давайте смотреть, что же у вас в плане перспектив на ближайшие полгода. Ну, это знаете, как я говорю, одиночество вдвоем, которое вы пытаетесь преодолеть, но все никак. Потому что отношений-то по сути здесь и нет. Они просто идут в никуда. Хотя вот это вот, понимаете, это треугольник ваш, это ваша эмоциональная тяга, это сексуальная тяга к друг другу, с которой вы ничего не можете сделать. Она, конечно, берет свое. Но здесь ряд обстоятельств говорит о том, что вот на ближайший, на тот период, который мы с вами озвучили, я не вижу развития ваших взаимоотношений. Что же, давайте посмотрим, к чему ваша связь придет. Ну, видите, связь ваша вот по четверке кубков дотянула. Ситуация стагнации, это депрессия, это апатия из-за того, что вы не можете преломить либо изменить что-то кардинальным образом в этом вопросе. Потому что, ну, человек здесь мог уйти, кстати, из-за ультиматума в семье, который могли ему озвучить. Давайте все-таки дотяну. К чему же придет ваша депрессия? К окончательному какому-то решению, да, либо все-таки ваши отношения будут исчерпаны. Ну вот, ситуация, что вы оба держитесь друг за друга. Ситуация собственников. Попытки все-таки преодолеть какой-то вот духовный кризис, эмоциональную стагнацию. Ну, это, знаете, наша песня хороша, начиная сначала попытки возобновить, зацепить или поживить ваши чувства. Если вы королева жезлов, то проиграется очень хорошо для вас. Мужчина останется с вами. Это, если у вас даже может быть асцедент в огненной стихии. Если у вас женщина, соперница, представительница огненной масти, то здесь, несмотря на какие-то чувства, краткосрочные встречи, мужчина все равно останется с ней. Давайте все-таки я хочу уточнить, что же здесь. Ну, вот видите, здесь карта непостоянного мужчины-любовника. И даже вот если здесь будет вспышка чувств и эмоций в отношении вас, то все равно я не вижу его намерения уходить из семьи. Особенно, если у вас мужчина водной стихии, то этот аспект как раз о том, что это мужчина гуляющий, потому что карта лежит в перевернутом положении. И, к сожалению, если вы здесь надеялись на создание семьи, на продолжение вашего рода, да, но нет, это будет просто связь, да, пусть двух любящих людей, но тем не менее связь краткосрочная. Мне жаль, но как падает, так и озвучиваю. Если вы, верно, выбрали вариант, то вот таким образом будет развиваться ваша ситуация. Так, для тех, кто выбрал второго божественного наследия Чиро Марчети, это у нас второй вариант. Вот я вам тоже показываю, что карты у меня в процентном соотношении, где-то 50 на 50, как в прямом, так и в перевернутом положении. Поэтому, если в вашем варианте падают исключительно перевернутые арканы, ну, значит, ситуация, скажем так, идет в негативное русло. Так, давайте смотреть суть происходящего между вами на данный момент. А вы, пожалуйста, проговаривайте ваши имена, даты рождения, давайте картам запрос и визуализируйте вашего партнера, либо партнершу. Так, суть происходящего между вами на данный момент. Смотрим ваши мысли, чувства, подсознание, мысли, чувства, подсознание вашего партнера в отношении к вам, перспективы на ближайшие полгода, и, в принципе, к чему идут ваши взаимоотношения. Ну, давайте смотреть. Итак, начнем с основного, с главного, суть происходящего. Ну, вот, что в первом раскладе, что во втором. Если у вас водный мужчина, это рак, скорпион или рыба, то мужчина не постоянен. Если он у вас не является представителем водной стихии, это карта гуляющего мужчины. Сам по себе этот аркан указывает на аспект неверности, любвеобильности, отношений легких, эмоциональных, ярких, насыщенных, много секса, много страсти, но быстро проходящих. Во всяком случае, это то, что у вас происходит на текущий момент. Не знаю, сменится ли ваш товарищ, давайте посмотрим. Давайте сначала смотреть ваши карты. Ну, вот вы здесь падаете, как королева кубков. Если вы женщина водной стихии, рак, скорпион или рыба, ситуация однозначно у вас и для вас, потому что с этим мужчиной, несмотря на все эти перипетии, вы получаете расцвет своей женственности, становление вашего внутреннего я, это полное раскрытие вашей энергетики. Вы с ним меняетесь, знаете, как расцветаете. То есть для вас, безусловно, вы, во всяком случае, думаете, что отношения эти вам на пользу. Что с позицией чувств? Здесь у нас карта говорит о том, что у вас идет эмоциональный раздрак, потому что либо у вас ссора, либо у вас накал страстей. По какой причине? Либо вы боитесь разрушить здесь свою семью, либо вы боитесь разрушить его семью. Еще вот такой аспект здесь может проиграться. В плане вашего подсознания, ну, это попытки, несмотря на то, что вот если у вас, особенно вы в ссоре на данный момент, это склеить что-то из осколков. Знаете, как склеить разбитую чашку, попытаться начать все сначала, либо какую-то найти зацепку, либо шанс для того, чтобы каким-то образом восстановить эти отношения, либо дать им новый толчок, какую-то новую возможность. Давайте смотреть карты вашего, мужчине, либо девушке. Ну, мужчина-собственник, это очевидно. То есть, сколько бы ни было у него женщин, он однозначно каждую из них будет считать своей, будет контролировать, даже может в какой-то степени деспотично, будет ревновать. Ну, вот понимаете, мое и все. Даже, может, здесь будет такая вот позиция собаки на сене. И сам не гам, да, и другому не дам. Что с позицией чувств? Ну, здесь эта карта, понимаете, для него аспект чувственных сексуальных отношений, именно сексуальной стороны. Карта нового опыта. Я не говорю, что у него не было таких отношений раньше, да. Но вот в таком контексте, как у вас есть, может, что-то вы привнесли в его жизнь, что-то кардинально поменяли. Паш, Питак и всегда карта опыта. Вы дали ему нечто новое, знаете, как бесценный подарок, бесценный опыт, как духовный учитель. И что в плане подсознания? Здесь у нас карта пылкого любовника. Ну, то есть у этого мужчины первоначально к вам страсть, дикое, бешеное сексуальное желание. Давайте все-таки я вам дотяну на чувства, если у мужчины все-таки вам хоть какие-то эмоции, либо это только сексуальная тяга. Ну, понимаете, вы, видимо, здесь падаете, как любовница. Тайная связь, неафишируемая. И, простите, но вот здесь все-таки мужчина преследует только свой сексуальный интерес. Что же, каковы перспективы на ближайшие полгода? Ну, карта стабильности. Мужчина четко контролирует эти отношения, и будет он их, скажем так, развивать тогда, когда они ему нужны. То есть захочет, отойдет от этих отношений на время. Захочет, вновь вернется, потому что он четко понимает, что вами манипулирует по полной программе. Он хозяин положения, и от него зависит, будет ли в целом эта связь развиваться дальше или нет. Ну, к чему же ведут ваши взаимоотношения? Я вам скажу так. Выйдя из этой связи, она вас кардинальным образом поменяет, очистит ваше ум, ваше сознание. Вы будете искать новых перспектив, потому что понимаете, что не тут этот товарищ. Перспектив создания здесь семьи? Нет. Ну, поймите, на одно же страсти далеко не уедешь. Ну, давайте даже посмотрю. Карта маг. Человек вам не четко манипулирует. Для него эти отношения, в первую очередь, тяжелы эмоционально. Он не готов брать за вас, за ваши взаимоотношения, обязательства, нести ответственность, каким-то образом вас холить, лелеять. Понимаете, здесь этого нет. И у вас, понимаете, идет ситуация самодостаточного одиночества. Либо для многих здесь может проиграться двух аспектов, сейчас объясню в каких, потому что все-таки расклад общий и применима абсолютно каждая ситуация, он не может быть однозначно. Первое, то, что вы здесь содержантка, вас просто здесь покупают, да. Второй аспект по этой карте, вы самодостаточная женщина. И вы понимаете, что эти отношения просто были для души, для тела. Но перспектив, вы сами понимаете, что здесь не может быть никаких. Эта карта, да, отношения, которые вам раскрыли ваш потенциал, но вам время идти дальше, двигаться дальше. Перевернутая четверка, простите, да, четверка кубков, здесь четко говорит о ситуации, новых отношений и новых знакомств. Так что вот такой у нас второй вариант. Переходим к тем, кто выбрал вторую Игру Престолов. Так, пожалуйста, проговаривайте ваши имена, дата рождения, визуализируйте вашего партнера, либо партнершу. И будем смотреть, о чем же нам говорят карты. Суть происходящего между вами на данный момент, ваши мысли, чувства, подсознание, мысли, чувства и подсознание вашего мужчины, либо девушки, если мужчина смотрит, ваши перспективы взаимоотношений на ближайшие полгода, и, в принципе, к чему ведут ваши взаимоотношения. Так, давайте смотреть. Итак, суть происходящего между вами на текущий момент. Ну, однозначно, ситуация любовного треугольника на лицо, и эта ситуация вам разбивает сердце, потому что именно вы здесь эмоционально залипли, вы очень держитесь за эти взаимоотношения. Что же с вашей стороны? Ну, если вы, особенно женщина, земной стихии, это телец, дева, либо козерог, то однозначно карта указывает на то, что вы не удовлетворены своей личной жизнью и не удовлетворены на текущий момент в сексуальном плане. Помимо всего прочего, здесь вы очень сильно тяготеете к созданию семьи, но пока, видите, дорога закрыта, нет перспектив. Что же у вас в чувствах? У вас уже, знаете, вы из-за того, что сильно так разбито сердце, желание выбраться из этих созависимых отношений, потому что человек здесь для вас просто как мучитель, который вас просто линчует, пьет вашу кровь, у вас уже просто эмоционально вы иссякли. Вы не готовы терпеть такое эмоциональное насилие над собой. И в плане вашего подсознания, здесь у нас падает карта, которая указывает, что вы эмоционально закрыты, у вас нет доверия к этому человеку, потому что человек, видите, линчевал уже столько раз, столько раз разбивал вам сердце своими пустыми обещаниями, либо своими поступками, своим враньем. Ну, понимаете, вот вы полностью эмоционально здесь истощены. Это отношения, которые уже больше не в радость, а в тягость. Ну, давайте смотреть карты вашей второй половины. Ну, то, что здесь человек однозначно вами манипулирует, держит контроль, сила, ведь это не только карта сексуального влечения, но здесь присутствует, но это настолько вот тонкое психологическое манипулирование вами, потому что здесь человек четко понимает, что он хозяин положения. Может, может, не всегда повторюсь, но именно в этой колоде человек в отношении вас может применять какую-то силу, да, то есть физическое насилие. Однозначно здесь ситуация карты непостоянного любовника. Это пустые обещания, это пустая трата с вашей стороны времени и сил, потому что, ну, это знаете, как забрать обещание и жениться. Эта карта четко указывает на ситуацию, когда все, что он говорит, это вилами по воде писано. Из позиции подсознания это ситуация агрессии, направленной в вашу сторону. Это может человек вас даже эмоционально ранить, обидеть, наговорить вам кучу слов, либо действительно на вас поднять руку, да, либо настолько вас унизить. Это сама постоянная ситуация, например, если в любовном треугольнике вас выставили дурой. Когда, например, супруга вам звонит, а он иссерит, она на меня вешалась. Я здесь ни при чем. Знаете, не виноватая я, он сам пришел. Вот это такая позиция. Особенно проиграться для тех, у кого мужчина воздушной стихии. Водолей, близнецы, либо весы. Если ваш мужчина не является представителем воздушной стихии, то здесь налицо ситуация агрессии, направленная против вас. Какая перспектива здесь на текущий момент? Ну, то есть, как говорит карта, смотрите будущее, но смотрите будущее без него, потому что человек здесь будет возвращаться и вновь и вновь, знаете, как резать вас заживо. Ну, и в целом, что вам с этим человеком? Да ничего. Вот эта вот карта, это называется карта сексуальных отношений на стороне, вне семьи. Если вы здесь надеялись, что здесь будет семья, брак, отношения, вы просто убиваете здесь себя. Вы убиваете себя как личность, свое я, свои эмоции. Безусловно, выбор за вами. Я вам просто показываю развитие ситуации, что у вас происходит здесь на текущий момент. Видите, карта не пос... Вот, кстати, у нас перевернутый король кубков, если вам интересно, пересмотрите предыдущие расклады. Падает третий раз подряд. Карта любвеобильного непостоянного мужчины. Карта... Это таких вот, понимаете, вот у меня перевернутый рыцарь жезлов, перевернутый король кубков, как я говорю, карта вечного Будулая. Сегодня здесь и завтра там. Очень большой любитель женщин, любвеобильный товарищ, но это не тот человек, с которым вам необходимо строить семью. Так, ну и давайте смотреть. Четвертый вариант для тех, кто выбрал второго мистического мечтателя. Проговаривайте, пожалуйста, ваши имена, даты рождения. Визуализируйте вашего партнера, либо партнершу. Ну и давайте смотреть, что же у вас здесь происходит. Итак, суть происходящего между вами на текущий момент. Просматриваем ваше отношение к партнеру. Отношения партнера к вам. Каковы перспективы развития ваших взаимоотношений на ближайшие полгода? К чему в целом идут ваши взаимоотношения? Так, давайте смотреть основу ситуации, что же происходит здесь на текущий момент. Ну, что могу вам сказать? Отношения у вас либо были разорваны, либо близятся к завершению, но вы как цепляетесь за последнюю ниточку. Вы пытаетесь увидеть свет в конце тоннеля, либо восстановить что-то на пепелище. Хотя понимаете, по сути, что, скорее всего, это бесполезно. Давайте смотреть, что же здесь падает с вашей стороны. У вас пошло полное разочарование мужчине, потому что его слова не совпадают с его поступками. Вы понимаете, что отношение к вам было потребительским, было продиктовано его эгоизмом. И теперь-то, понимаете, вот такая у вас ситуация стагнации, такого разочарования, после которого просто приходит опустошение. Что же касаемо ваших чувств, если вы королева жезлов, то здесь, знаете, желание, как я говорю, возродиться из пепла. Несмотря на все перипетии, которое происходит, по-прежнему быть жизнерадостной, оптимистичной. Дать форму, показать, что, ну, извини, как бы и без тебя, я буду чувствовать себя неплохо. Это, знаете, желание каким-то образом самовозродиться, либо доказать ему, или саму себе, что у вас все хорошо в жизни, все прекрасно. Если с позиции вашего отношения к нему, здесь может остаться все-таки еще страсть, тяга, но и присутствовать непосредственно ревность. Так, ну а что у вас в подсознании? Ну, чувства-то у вас есть, вы по-прежнему его любите. Поэтому вам так обидно и досадно, потому что вы не готовы, не намерены терять этого мужчину. Что же со стороны вашего партнера? Ну, вот ситуация крушения. Возможно, по его инициативе, потому что вот это падает у него в мыслях, в голове, либо отношения уже разорваны, либо они к этому идут. Что с позицией чувств вам? Ситуация тупика, потому что он не знает, что здесь делать. Вот поэтому у него, знаете как, есть желание уплыть к другим берегам, но он не понимает, оправданно ли это будет, стоит ли это делать, что ему вообще делать с этой ситуацией. И с позиции подсознания, вот она вам ваша ситуация любовного треугольника. Не могу сказать, что это ему приносит разочарование, но тем не менее, какой-то особой досады я здесь не вижу. Давайте все-таки дотяну на аспект чувств, есть ли хоть какая-то чувственная сторона по отношению к вам, есть ли у вашего партнера, либо партнерши вам чувства и эмоции. Ой, нет. Я вижу какой-то резкий разрыв, молниеносный уход. Причем здесь уход, который, знаете, и для вас тяжелый, тяжелый для него. Но вот что с позиции эмоций? С позиции эмоций, понимаете, здесь вот отношения по карме, отрабатываете однозначные кармические задачи, но здесь бег по кругу. Вот проблема в ваших отношениях, она не решается, она здесь зависает. Потому что самое главное, ваш товарищ-то такой вот дискотичный, очень агрессивный. Ну вот, понимаете, это карта как бы такого домобладельческого строя, когда вот мужчина в какой-то степени тиран. Что с позиции отношений? Я не вижу здесь чувства. Это максимум нейтральное отношение, либо снисхождение. Но вот при помощи перевернутого императора это желание подавить ваше «Я». Потому что это карта мужчины-эгоиста, который преследует только свою зону комфорта. Каковы перспективы ваши на ближайшие полугодия? Да вот что. Ну вот, понимаете, сама по себе ситуация разрыва. Да, здесь может последствоваться вот это вот качели в плане любовного треугольника, будут уходить и возвращаться. Но что в плане перспективы? Только ностальгия, воспоминания. Да, с вашей стороны здесь четко будет ситуация желания примириться, восстановить связь, потому что эмоции-то у вас не ушли, не перегорели вы еще. Ну, давайте смотреть. Напрасно или не напрасно? Да, напрасно. Понимаете, здесь все, уже конец всего и вся. Я понимаю, что больно с этим смириться. К сожалению, ни один из раскладов у нас не вышел сегодня позитивным. Это не потому, что, как вы мне пишете, у меня там какой-то негативный внутренний мир, либо негативный посыл к вам. Нет, я только трактую то, что падает на картах. Нельзя говорить иначе, если падают какие-то негативные карты либо негативные аспекты. Таким образом идет информация. Так что мне жаль. Я, безусловно, вам желаю только всего самого лучшего, чтобы вам попадались только достойные мужчины, либо девушки, да, если меня смотрят мужчины. Чтобы каждый из вас обязательно был счастлив, обязательно был, знаете, как реализован во всех жизненных аспектах. Чтобы каждый состоялся, прежде всего, из вас, как любимый человек. Не только любящий, но и любимый. Пусть у вас это будет взаимно. Благодарю всех, кто сегодня меня смотрел. Жду ваши отзывы, жду ваши комментарии. Ну а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok